Ваше любимое занятие. Разберем посудомойку. Хлебушек-то я уже поставила. Умничка. Да? Зачем солнце, Монако? Для чего-то жил луна с Антропе? Когда твоя лысина светит ярко? В этом смысле, слонес, если тебя рядом день. Или как там поется? Я не пойму, куда ложки и вилки из этого дома делят. Включила... Вот это моя большая ошибка. Утром включила новости и все. И не двигаемся. Сидим, смотрим новости. Друзья мои, не повторяйте моих ошибок. Включайте меня. А если меня нет, значит, заходите и пишите. Выключи телевизор, выключи новости и давай. Пора делать дела. Вы же видите, я как это... Отойти от телевизора не могу. Сейчас тут у меня целая история. Вчера что не вместилось. А еще же у меня есть любители, которые по одной ложке складывают обратно в холодильник. Прямо испытывая мое терпение. Ангельское, я бы сказала. Я вчера залезла в холодильник и думала, да что ж такое, а? Да что ж вы здесь все по одной ложке оставляете? Если бы меня не было, то тогда в холодильнике бы вообще уже места не было. Там бы просто одно на одном бы склад стоял, по одной ложке всего. И все. Даже ничего бы не смогли туда запихнуть. Хорошо, что нет я, да? Тик. Сейчас прям и запущу мою красавицу. Если красавица... Пошлядская песенка. С детства. С детства так говорю, как будто мне в детстве пошлядские песни пели. В школе мы все были, слава богу, оторвилы. Да? Ну не знаю, как у вас. Но у нас в деревне столько было оторвил. Говорили, оторви и выкинь. Такие. Детки. Конфетки. Кто, где сейчас. Святославу вчера присылают в родительском этом чате фотографии на выпускной, он же девятый класс. Две шестьсот стоят. Там альбом какой-то. Я говорю, Светлый, тебе будем делать? Он говорит, зачем? А я, знаете, сижу и думаю, вот я когда сделала такой, мне такой альбом сделали в десятом-одиннадцатом классе. Вот в одиннадцатом. После девятого делали, потом после одиннадцатого делали. И вот где он? Я у него даже ни разу не посмотрела. Вообще. Ни разу. Я говорю, так что делать не будем? Он говорит, нет, он мне не нужен. Думаю, господи, какой у меня мудрый ребенок. Реально, две шестьсот выкинуть. В моем возрасте, когда я была в одиннадцатом классе, конечно, стоило не две шестьсот. Но по факту эти деньги тоже были выброшены на ветер. Их можно было не делать. Никому не нужны ни эти фотографии, ни эти винетки, ничего. Я не знаю, может быть, это у нас такой класс был. Никто ни с кем не общается. Никаких вот этих встреч выпускников. Как, знаете, бывают люди встречаются встречи выпускников. И там через десять лет встречи выпускников. Вот у меня, у моей сестры даже в Новороссийске, они встречаются. А у нас такого нет. Дай бог в социальных сетях, если еще увидят, там поздороваются, грубо говоря. Это не то, что там со мной так. Это у нас все так. С девчонкой со мной общаются, со своего класса. Ну так, знаете, просто в социальных сетях они подписаны. На меня и я на них подписана. И вот, ну, бывает, там говорю, ну что, вы там встречаетесь с классом или как? Ни разу вообще. Я думаю, ладно, может, я далеко живу, потому что со Старопольского края. Может быть, там те, кто там живут. Неа. А еще вопрос меня одна задала. А что ты тогда здесь сидишь, если везде хорошо? А что ты тогда здесь сидишь в Москве такая деловая? Ну, наверное, потому, что я в Москве, не в Москве, а в Подмосковье, в Домодедово купила квартиру. Здесь мой дом, здесь моя квартира, потому я здесь и сижу. А вы что предлагаете мне продать и уехать туда, куда вам хочется? Куда бы вот получилось так, чтобы вам было приятно? Ну нет, конечно. Я не зря здесь выбирала квартиру. Она мне здесь была нужна. И здесь я живу, конкретно в этой квартире, уже 4 года. 5 лет, кстати, 21 апреля. А сейчас что? А вот 5 лет назад мы ее купили, 21 апреля. 4 года мы в ней живем, даже больше. 4,5. Ровно заработанные, не украденные, не подаренные, не выигранные, не найденные. А заработанные деньги. Все, это мой дом. Езжать, говорит, на Ставрополь, еще куда поехать. Я же тоже могу сказать, куда надо, кому отправиться. Люди, да? Бесятся. Ну а что делать? Я понимаю тоже, как. Хотят же, чтобы, знаете, не только плохо, что у меня корова сдохла, плохо, что у соседа живая. Не. Я, если когда-нибудь соберусь переезжать, то это будет не по желанию каких-нибудь там советчиков, подписчиков, куда нужно ехать, да? Это будет по моему личному желанию. Вот захочу я переехать там, например, ну, например, в Монако. Это будет мое личное желание. Если захочу я переехать там, например, в Самару, это будет мое личное желание. Или там в Нижний Новгород, например, если я захочу переехать, то это будет мое желание, а не потому, что мне так сказали. Так что все, кто злятся, почему это я живу здесь, да потому, что я здесь заработала, купила и хочу жить здесь, а не где-то в другом месте. И мне здесь нравится. И одна, помните, писала, Москва не резиновая, хабалки сюда. Резиновая, не резиновая. Приехала такая хабалка, как я, заработала денюжек и купила себе квартирку. Ой, не могу. Ай, люди-то бесятся. А, ну и да, можете меня поздравить. Она больше не ипотечная. Мелочь приятная. Это мне тоже захожу в ТикТок. Сейчас-то в ТикТок опубликовать ничего нельзя. Только просматривать можно страницу. И там одна, значит, все по поводу моих джинсов, что я в этих джинсах рваных хожу дома, что они мне нравятся. Ну да, хожу, я от них кайфую. Одна пишет. Богачка. Богачка, ипотечная квартира, вся в долгах. Нет, не ипотечная. Уже моя личная. Вовремя, да, вообще? Все произошло. Кто-то порадуется. А кто-то взбесится. Ну, а что делать, друзья мои? Вот так вот в жизни бывает. Кому-то хорошие новости, а для кого-то как ножик в спину сейчас будет. Так, ну что, я хочу кофе сварить, мои сладкие. Настроение шикарное просто. Давайте варить кофе. Может, если вставить. Продолжение следует...